Панцербандвагн 302 Эти машины поступили на вооружение шведской армии в 1966 году. Всего было изготовлено 644 единицы. Корпус бронетранспортера сварен из стальных плит, обеспечивающих защиту от 20-мм снарядов, что делало его весьма надежным, по меркам своего времени. Хотя по некоторым западным источникам, эта машина по час классифицируется как БМП, а не БТР. Это связано с вооружением машины 20-мм автоматической пушкой в башне. Но следует отметить, что питание пушки производится магазинами на 30 выстрелов, что было связано с низкой надежностью ленточного питания. Общий вес машины в линейной версии составляет 12 тонн 300, что позволило установить достаточно мощную для такого типа машины броню. Для использования этих машин в Боснии в 1993 году, часть машин получила дополнительное усиление бронирования, внутренним противоосколочным подбоем, а также внешними керамическими элементами, общим весом 800 килограммов. Эта версия получила отметку PBV 302C. Подвижность обеспечивается 270-ти сильным дизелем от Вольво, объединенным 4-ступенчатой механической коробкой передач. При этом выбор такого количества скоростей связан с тем, что на тестах с 6-ступенчатой военные механики-водители просто игнорировали и проскакивали некоторые передачи, и на скорости пролетали препятствия, даже влетали в воду. Хотя это и не страшно, если закрыты Кингстоны. Машина амфибийная и преодолевает водные преграды за счет движения гусениц. Экипаж машины состоит из трех человек с размещением механика-водителя по центру машины. В десантном отделении размещается 8 человек. Из-за размещения двигателя под полом десантного отделения, выход десанта происходит через кормовую дверь. Именно такие машины будут переданы Украине. Относительно общего количества PBV-302, которые Швеция может передать, известно, что по состоянию на 2018 год, около 180 единиц PBV-302 находились на хранении в разном техническом состоянии. В то же время, их передача, скорее всего, предполагает восстановление машин до боеспособного состояния, возможно с минималистической модернизацией. Итак, передача PBV-302 не просто военная поддержка, а часть более сложной и многослойной истории, которая давно началась и успешно продолжается. На сегодня все. Если вам понравилось видео, нажмите на палец вверх и напишите комментарий для продвижения канала. А если не подписаны, обязательно подпишитесь и кликните на колокольчик, чтобы не пропускать новые описания вооружений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!